История здания начинается в 1715 году при Петре I, правда тогда, в начале XVIII века, дворец не был большим и не назывался таким образом. Это были так называемые верхние или нагорные палаты. Фасады по масштабу отвечали размерам большого каскада. Петр I, в принципе, и не любил жить в больших зданиях, просторных залах, ему были всегда более по душе сравнительно скромные постройки. Что совсем нельзя сказать о дочери Петра. Ставшей императрицей в середине XVIII века, Елизавета Петровна нуждалась в размахе. В просторных залах нуждалась жизнь ее двора. И вот любимый архитектор Елизавета Петровна Растрелли получает от императрицы непростое поручение. Ему предстоит, не разрушая первоначальное здание, его значительно расширить. Традиционно блистательно Растрелли со своей задачей справляется. И в середине XVIII века дворец впервые становится по-настоящему большим Петерговским дворцом. Залы дворца Растрелли оформляют в своем излюбленном стиле. Мы называем этот стиль Елизаветинская барокко или Русская барокко. Залы поражают блеском позолоченных резных деталей, обилием зеркал, красочной итальянской живописи. Но время идет, мода меняется, и уже во второй половине XVIII столетия стиль Растрелли становится не столь популярен. При Екатерине II очень многие залы дворца переоформляет другой талантливый архитектор Юрий Матвеевич Фельтон. Он переоформляет их уже в духе классицистического подхода к украшению парадного интерьера. Вторая четверть XIX века тоже принесла свои изменения. Правление Николая I было, несомненно, золотым веком истории Петергов. Именно тогда Петергов обретает свой масштаб, свой сегодняшний блеск, а с Большим дворцом работает и такой талантливый мастер, как Андрей Иванович Штыкиншнейдер. Его реконструкция особенно серьезно затронет восточное крыло дворца, где будет оформлена так называвшаяся Ольгина половина дворца. Кстати, в наши дни Ольгина половина – это единственная часть интерьера второго этажа, которая пока еще не воссоздана после войны. После 1917 года начинается музейная жизнь Петергов. Проходят первые экскурсии по паркам и по залам дворцов. Именно тогда проходят первые по-настоящему научные реставрации. Настоящая трагедия происходит в 1941 году. 23 сентября 1941 года нацистам удается оккупировать Петергов. В первые три дня оккупация здание горит в пожаре. Дворец получает почти катастрофические повреждения. Благодаря отчаянным усилиям защитникам Петергов, а правда, удается спасти вещи. Эвакуированные предметы вывозят в города Новосибирск, Сарапол. Очень многое было спрятано в блокадном Ленинграде. Освобожден Петергов был 19 января 1944 года. По проекту, составленному архитекторами Совковым и Казанской, дворец воссоздают в рекордно сжатые сроки, всего за 20 лет. В 1944 году здание воссоздано, и даже первые четыре интерьера уже открыты для посещения. В наши дни мы сможем увидеть уже более 20 отреставрированных интерьеров, которые наполнены старинными вещами. И первая из них совсем рядом с нами. Эта парадная лестница Большого Петербургского дворца, отлично воплощающая вкус архитектора Растрелли, поражающая обилием золота, изяществом росписи, красочной итальянской живописью, она является собой известный контраст с до сих пор скромным убранством первого этажа и предваряет невероятный блеск парадного чертога Елизаветы Петровны, предваряет второй парадный этаж дворца. Со ступеней парадной лестницы мы с вами проходим во второй по величине среди залов дворца – танцевальный зал. Танцевальный зал Большого Петербургского дворца, второй по величине среди залов дворца, и тоже оформленный в стиле елизаветинского барокко. Площадь зала чуть больше 270 квадратных метров, и наряду с парадной лестницей – это блистательное воплощение таланта архитектора Растрелли. Зал поражает обилием золота, обилием зеркал, красочной итальянской живописью. Здесь все создано для того, чтобы зритель восхитился красотой чертога императрицы Елизаветы Петровны. Надо признать, собственно, золото, как металла здесь не так много, как кажется. Это все в основном деревянные резные детали, покрытые чрезвычайно тонким слоем сусального золота. Собственно, золото, только толщина его буквально меньше толщины человеческого волоса. Впечатление все равно грандиозное. Будучи по рождению итальянцем, Растрелли очень любил дополнять свои залы предметами красочной итальянской живописи. Плафон над нами изначально писал итальянский художник Бартоломео Тарсия, а миниатюрные композиции Тондо над зеркалами работы художника и театрального декоратора Джозеппе Валериани. К сожалению, после Великой Отечественной войны большую часть этих живописных работ пришлось воссоздавать. Этот героический труд выполнили советские художники-реставраторы Любимов, Корбан, Никифоров. Отличить спасенные живописные холсты от воссозданных практически невозможно. В этом честь и хвала советским реставраторам. Но время шло, мода менялась, и уже во второй половине 18-го столетия такие залы, как этот, казались немодными. При Екатерине II залы Елизаветинского баруко начинают переоформлять. Этот не был переоформлен. Он таким пришел к 1941 году, таким был воссоздан после войны. А вот следующий зал, который мы сейчас увидим, был подвергнут переоформлению. У нас есть уникальная возможность сравнить воплощенные непосредственно рядом друг с другом два весьма различных подхода к украшению парадного интерьера. Оставляя танцевальный зал Большого дворца, мы оказываемся с вами в аванс-зале. В наши дни даже сложно поверить в то, что когда-то эти два зала были очень похожи. Хотя это так. И при Елизавете Петровне этот зал также был украшен резным позолочным декором и обилием зеркал, весь этот старый Растрелевский декор здесь был демонтирован по воле Екатерины II. Благодаря таланту архитектора Юрия Матвеевича Фельтона появляется вот этот высокий белый лепной декор, характерный уже для классицистического подхода к интерьеру. Декор, сделавший зал более возвышенным, но в то же время по настроению и более холодным. И эту холодность в полной мере компенсировала живопись на стенах зала. Все картины Чесменского зала подлинны, все были спасены в годы Великой Отечественной войны, все были написаны специально для этого зала кистью одного художника, его имя Якуб Филипп Хакерт, и картины дали название зала Чесменский зал. Ведь по воле Екатерины II Хакерт проиллюстрировал здесь уникальную военно-морскую победу России, Чесменскую победу времен очередной русско-турецкой войны. Триумф был одержан в ночь с 25 на 26 июня в 1770 году, когда в маленькой бухте Чесма в двух шагах от Стамбула в сердце Османской империи порядка 30 российских кораблей уничтожили больше 80 кораблей-неприятелей. За одну ночь Османская империя лишилась всего флота. Это был грандиозный триумф графа Алексея Орлова. И это было весьма мудрым со стороны Екатерины II расположить эти парадные холсты именно здесь, ведь именно в этом Чесменском зале в исторический период иностранные гости ожидали начала парадной аудиенции императрицы. Ну, а сама аудиенция происходила, конечно же, в самом большом парадном зале. И вот мы с вами в самом большом, в самом парадном зале дворца, в тронном зале. Площадь его чуть больше 330 квадратных метров. И наряду с предыдущим Чесменским залом он тоже был переоформлен для Екатерины II. Это угадывается по высоким белым лепным деталям на стенах и на падуге, по люстрам, что были спасены в годы Великой Отечественной войны. Но, пожалуй, особенно интересна в этом зале живопись. На самом видном, на самом заметном месте на западной стене четыре больших батальных полотна кисти английского художника Ричарда Пэттона. Они посвящены точно той же победе, о которой мы говорили только что в предыдущем зале. Этими картинами еще раз подчеркивается на первом месте стоит мощь российского флота. Флота, который создал Петр I. и портрет императора тоже на весьма почетном месте над южной дверью зала. До Екатерины II на русском троне были Екатерина I, супруга Петра, ставшая самодержавной правительницей после смерти мужа. Напротив, портрет дочери брата Петра, Иоанна Алексеевича, Анны Иоанновны. А над дверью справа, на восточной стене, портрет дочери самого Петра I, Елизаветы Петровны. Правление Елизаветы Петровны, дочери Петра, стала в середине XVIII века счастливым периодом русской истории. Но у императрицы серьезный личный недостаток. У нее нет детей, ей нужен преемник. Она находит такового в лице племянника. У Елизаветы была сестра, старшая сестра Анна Петровна. Став супругой галштинского герцога, она уехала из России, и у нее родился сын, внук Петра Великого, племянник, правящий Елизаветы Петровны. Это и был будущий император Петр III. Сама тетушка нашла юноше невесту, юную ангольцерпскую принцессу, будущую Екатерину II. Это именно ее портрет занимает центральное положение в зале. Холст, написанный датским художником Вигилиусом Эриксоном, Екатерина в мужском военном мундире, возвращается во главе гвардейских полков из Петербурга в Петергоф после успешного осуществления дворцового переворота свержения с трона ее мужа императора Петра III. За ее плечами не только гвардия, больше 15 лет жизни при нелюбимом муже с неясными перспективами в поначалу незнакомой стране те самые годы, что и с хрупкой немецкой принцессой сделали истинно русского искренне патриотичного правителя Екатерину Великую. Тронное кресло перед портретом выполнялось по меркам, снятым еще с самого Петра I. Первый император был велик ростом 2 метра 4 сантиметра, а вот скамеечка для ног перед креслом выполнялась уже для дочери Петра, для Елизаветы Петровны. Но мы возвращаемся с вами теперь к эпохе Елизаветы Петровны. Переходим в аудиент-зал, который заметно меньше, чем виденный нами танцевальный, но также отлично воплощает традиции Елизаветинского барокко. Именно в этом зале особенно заметен потрясающий оптический эффект, достигнутый Растрелли за счет расположения зеркал напротив друг друга, бесконечно отражающие свои отражения в отражениях отражения, они создают даже не иллюзию, отличную иллюстрацию для идеи бесконечности. Этот трюк делает зал Растрелли визуально большими, к чему и стремился архитектор. Следующий зал «Белая столовая» также пример раннего классицистического подхода к интерьеру. Пример интерьера времен Екатерины II. Назначение «Белой столовой» подскажет сервис на столе. Хотелось бы подчеркнуть, что это керамический сервис, но керамика – это необыкновенно. Сервис был выполнен замечательным английским мастером, керамистом Джозай Веджвудом, работы которого всегда высоко ценились. Секрет успеха Веджвуда был в необыкновенной керамической массе. Мастер-экспериментатор однажды начал добавлять в обычную глину обычной керамической массы необычную белую глину, так называемый каолин, главный компонент фарфоровой массы. И результат эксперимента оказался просто потрясающий. Вот эти керамические тарелки, но с белой глиной в составе, оказались легче фарфора, прочнее фарфора. И главное, как видите, они были очень похожи на фарфор. В самом центре ваза «Ароматница» из Дании, из Копенгагена. Слева и справа от нее ваза «Мороженица» из Австрии. А по краям хрустальные жрандоли, произведения российских мастеров, так же, впрочем, как и люстры над нами. И именно здесь над нами в центре самая большая люстра в Большом Петергофском дворце. Подобные мы с вами видели в тронном, чесменском залах. Это все одна серия люстры, выполненные в середине XVIII столетия. Ну а далее интерьер столь небольшой, что кажется волшебной маленькой шкатулкой. Мы переходим к осмотру западного китайского кабинета. Его выполнил для Екатерины II французский архитектор Жан-Батист Вален де Ламот. Вот это место, где Екатерина II могла похвастаться своим бесценным китайским фарфором. И вы его увидите. Это огромные китайские фарфоровые вазы на полу, справа и слева, чайный фарфоровый сервиз на столике, ближе к южной стене. Ступаем же мы с вами здесь по паркету из более чем десяти пород дерева. До сих пор видели паркеты не более чем из четырех пород дерева. А на стенах кабинета лаковые панно, украшенные росписью по черному лаку, золотом и серебром. Пройдя через китайский кабинет, мы входим в картинный центральный зал дворца, на стенах которого 368 живописных работ, и все они были написаны лишь только одним художником. Автопортрет его представлен в интерьере. Это итальянский граф Петро Антонио Ротари. После смерти художника Екатерина II приказала выкупить из его мастерской все находившиеся там работы. Именно так мы обрели эту колоссальную коллекцию работ одного талантливого мастера. Всего лишь 10 женских лиц. Иллюзия многообразия создана благодаря тонкой игре с нюансом улыбки и взгляда. Ну а второе название зала. Центральный зал объясняет виды, открывающиеся через двери окна, ведущие на южный и северный балконы фасада дворца. К югу отличный пример регулярного французского паркостроения Верхний сад, а к северу самый лучший вид в Петергофе. Под нами большой каскад, под нами центр Нижнего парка, а вдали Финский залив, то самое море, к которому всю свою жизнь стремился Петр I. Оставляя картинный центральный зал Большого дворца, мы проходим через восточный китайский кабинет к череде малых покоев. Первый из них на французский манер называют будуаром. По-русски чаще называют куропаточной гостиной из-за рисунка шоука, который называется «Куропатки в поле». Здесь в будуаре по утрам придворные дамы ожидали первого утреннего появления императрицы. Для дам интерьер постарались сделать романтичным настолько, насколько это возможно. Над нами неизвестного русского художника аллегорический плафон, аллегория утра, изгоняющего ночь. Под утром имелось в виду императрица, выходившая в будуар из диванной. Название же «диванная» происходит, конечно, от этого огромного турецкого дивана, при входе, который, по преданию, был подарен Екатерине II ее фаворитом графом Потемкиным. Он присылает этот диван с фронта русско-турецкой войны как трофей, как символ боевой доблести. Екатерина, впечатленная подарком, велит расположить рядом с этим трофеем самые примечательные вещи интерьера. Продолжает череду малых покоев туалетная комната, где императрица могла проследить за своим платьем, прической, париком. Только на стенах этой комнаты в Большом дворце весь без исключения шелк подлинный. Этот шелк XIX века пережил трагедии XX столетия. Его оттенок до сих пор гармонирует с гаммой живописи на стенах над туалетным зеркалом. Портрет Елизаветы Петровны – подарок французского короля Людовика XV. Этот портрет был написан Шарлем Ван Лоу. На прочих портретах можно рассмотреть образы Петра III, Екатерины II. Именно к осмотру ее кабинета мы теперь переходим. В кабинете обстановка традиционная для раннего классицистического подхода к интерьеру. Рабочий стол, кресло работы французского мастера Жоржа Жакоба, а по углам кабинета таракотовые бюсты французских мыслителей Руссо и Вольтера. Поначалу Екатерина II увлекалась идеями французского просвещения. Соседствуют с кабинетом два интерьера служебного назначения. Это штандартное и кавалерское. И тот, и другой напоминают о гвардейских традициях. Например, в штандартный в исторический период хранили знамена, штандарты гвардейских полков, что летом стояли в Петергофе. А в кавалерской обычно проводили церемонии, связанные с жизнью гвардии. Оттого и интерьер оказался просто исполнен яркими, насыщенными тонами бога войны Марса. Шелк на стенах, кавалерийские сражения на картинах, а в углу мраморный бюст, портрет древнего императором и полководцем Гая Юлия Цезаря. Продолжая наш путь, мы обращаем внимание к истории второй четверти XIX века и переходим в голубую гостиную. Интерьер гостиной начал свою историю в XVIII веке. Об этой эпохе напоминает роспись падоги с традиционным изображением воинской атрибутики, а в картушах можно рассмотреть вензель Елизаветы Петровны. А вот обстановка голубой гостиной сформировалась во второй четверти XIX столетия при Николае I. Именно тогда на императорском фарфоровом заводе была выполнена эта фарфоровая люстра, рассчитанная на 86 свечей. На том же заводе и тоже во второй четверти XIX столетия был выполнен и этот большой банкетный сервиз, который чаще называют капустные листья, ведь на каждом предмете вы сможете рассмотреть выведенные синим тоном очертания, контуры капустных листьев. В этом есть некоторое напоминание о знаменитом северском фарфоровом сервизе капустный лист. Сервировку стола очень хорошо дополняет столовое серебро русской работы, русской работы стекло и хрусталь. Можно обратить внимание на то, что именно при Николае I становится популярным цветное стекло. Зеленые рюмки на большом столе очень показательны для датировки сервировки стола. Ну, а на портретах голубой гостиной образы, к которым глубочайшее чувство почтения испытывал Николай I. На южной стене копия с работой французской художницы Вежели Бренн портрет матушки Николая I императрицы Марии Федоровны. А на западной стене можно рассмотреть портрет великой бабушки Николая I Екатерины II и свергнутого ею мужа императора Петра III. Надо понимать, это был нелегкий камень на сердце Николая I. Постоянная память о том, что и его отец, и его дед оба были заговорщиками строна свергнуты и убиты. О том, как сам Николай I взошел на русский престол, мы вспомним уже на южной половине большого дворца, где увидим портрет Николая Павловича. Портреты дочерей Николая I были написаны художницей Кристиной Робертсен. Перед нами портрет дочери Ольги Николаевны. 1 июля 1846 года дочь Николая I Ольга здесь в Петергофе венчалась с принцем Карлом Вертембергским. Свой медовый месяц молодые супруги провели в Ольгиной половине Большого Петергофского дворца, что была оформлена Андреем Ивановичем Штыкиншнейдером в восточном крыле здания. В наши дни Ольги наполовину единственная часть интерьера второго этажа, что не воссоздано после Великой Отечественной войны. На ее месте сегодня мы видели белый концертный зал. Всего пару лет назад в экспозиции Большого дворца появилась новинка фрагмент серебряного сервиза, что входил в состав приданого Ольги Николаевны на предметах марка фирмы Никольс и Плинки. Это русское серебро начала 40-х годов 19-го столетия. Портрет еще одной дочери Николая I Александра Николаевны мы увидим в следующем интерьере. Еще один холст Кристины Робертсон это портрет младшей дочери Николая I Александра Николаевны. Он является пожалуй особенно хорошим примером романтического придворного портрета. В руке Александра Николаевны букет полевых цветов, у ее ног домашний любимец, рядом листок едва прочитанного письма, и вся композиция заключена в арку свод давней излюбленной художниками символ чувствительности и эмоциональности. И это романтичное окружение далеко не излишне. В семье Николая I с Александрой была связана страшная трагедия. Дочери не стало в 19 лет. Из-за незамеченного придворными медиками туберкулеза дочь умирает во время родов. Николай теряет и дочь, и два родившегося внука, и потом в дневниках он напишет, что 1844 год, год потери дочери, стал для него самым трагичным в жизни. В последние 10 лет своего правления Николай становится чуть более холодным и чуть более суровым правителем. Но здесь, в Петерговском большом дворце мы успели его увидеть еще таким очень молодым, многообещающим, все еще командиром саперного полка. Ну а контекст дворца возвратит нас теперь к истории 18 века, и мы перейдем в камер-юнгферскую. Камер-юнгферская комната, несмотря на свой блеск, является служебной, и обычно здесь верные помощницы Екатерины Второй камер-юнгфера ожидали указания императрицы. Ожидать здесь было удобно, ведь буквально за этой закрытой дверью туалетная. В предыдущей комнате до Николая Первого была ванная, и там, и там часто была нужна помощь, а прямо перед нами, пожалуй, самый интимный из интерьеров дворца это опочивальня. О том, что это опочивальня, вы сразу догадаетесь, увидев кровать вольковной нише, она не велика, ведь спать было принято полусидя, полулежа, считалось более полезным для здоровья и кровообращения. Рядом сольковной нишей клозетное кресло, сидение которого до сих пор поднимается, а внутри раньше стоял выносной горшок. Как правило, такое кресло стояло за дверью. Слева ниша, а дверь справа. Она ведет в диванную. Если помните, на стенах диванной мы видели очень похожий шелк. И здесь китайской работы шелк несет на себе не тканый рисунок, а роспись темперой по шелковой ткани. И сам рисунок весьма интересен. Против часовой стрелки можно проследить изображение стадии производства фарфора на императорских фабриках в Диндэджене в Китае. Ну а самым ценным и самым старинным интерьером является последний в экспозиции Большого дворца кабинет Петра Первого или дубовый кабинет Петра Первого. Даже в годы Великой Отечественной войны удалось спасти значительнейшую часть декора стен этого кабинета. Все те дубовые панно на стенах, что более темные, являются подлинными, спасенными в годы войны. Они видели Петра Первого так, как сегодня видят нас с вами. И заметьте, это не накладной резной декор. Это вырезанные в дубовом массиве детали, чудовищно сложная, изысканно выполненная работа французского резчика Никола Пино. Подлинная обстановка кабинета. Мебель в среднем 300 лет, ореховый шкаф-бюро, рабочее место. На столешне огромная книга, сборник указов Петра Первого. В центре интерьера глобус-сфера для занятий астрономией озеркал кабинетцы, что старше самого Петергофа. Это итальянская работа конца 17-го столетия. В таковых кабинетцах обычно хранили тайную корреспонденцию и драгоценности. В углу слева копии старинных флагов, штандартов, что участвовали в знаменитом Полтавском бою. Синего цвета это штандарт противника Петра, шведского короля Карла XII, а зеленого цвета штандарт победителей. Ведь, в конце концов, именно в честь побед в Северной войне Петр и задумал Петергоф, как, пожалуй, самый монументальный памятник героизму Северной войны. Целью этой войны был выход России к берегам Балтийского моря, к Финскому заливу. И Петергоф, несомненно, становится уникальной, самой первой в российской истории летней резиденции, построенной в европейском вкусе. Здесь, в дубовом кабинете основателя Петергофа, мы с вами завершаем осмотр Большого Петергофского дворца. Петергофского дворца. Петергофского дворца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова